Продолжим нашу славную традицию под занавес весеннего сезона встречать в нашем эфире средневековых рыцарей. Из года в год в рамках Дней Старого Города проходит турнир Таллинн Олд Капа, в котором соревнуются рыцари из разных стран. И все это не просто какой-то маскарад, это серьезное спортивное состязание с повышенным адреналином и риском травм. У нас в гостях главный организатор Олд Таллинн Капа Николай Быков, а чуть позже мы встретимся на сцене с одним из участников турнира. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну что, сколько нынче съедется участников на турнир, что мы увидим на горке Харью? В этом году съедется практически столько же, как и в прошлом. Будет 8 различных стран и около сотни бойцов. В каком формате? Один на один, команда на команду? У нас будут стандартные форматы один на один и три на три. Одна категория, соответственно, командная и одна для одиночников. Каким образом оценивается победа? Что должен сделать побежденный, что делает победитель? То есть упасть на землю или как? В категории одиночников надо набить как можно больше очков, а в категории три на три в групповых боях нужно всех соперников повалить на землю. То есть там не считаются очки. Упал, проиграл. А набить очки – это значит ударить? Да. Набить очки – это ударить, нащёлкать. То есть считаются акцентированные попадания, считаются броски. То есть это больше такое на технику, скажем. А групповые бои – они больше на практически уничтожение соперника. Надо, конечно же, обязательно упомянуть о том, что это не историческая реконструкция, то есть это всё-таки спорт. Или за исторической достоверностью вы тоже гонитесь, чтобы всё было аутентичное, что называется. Вот если шлем, то он обязательно такой же, как носили рыцари в Средневековье. Последние тенденции идут к тому, что всё-таки очень строго стали проверять, что шлема должны быть соответствовать. Но, тем не менее, это спортивное направление. У нас не стопроцентная реконструкция, потому что здоровье дороже. И допускаются определённые вещи, которых в Средневековье, соответственно, не было. Например? Например, скрытки, скрытая защита. Мы используем мотоциклетную защиту дополнительно под бригантины. Мы используем различные артозы, используем скрытую защиту на шлемах, которой исторически не было. То есть, скажем так, спортивная стилизация. Но это то, что не видно всё равно невооружённым глазом, правильно ведь? Да, то, что не видно невооружённым глазом, так как аутентичный комитет последние годы проделал большую работу, и они стараются всё-таки совсем не историчные шлема изгонять из мероприятий. Из чего делаются эти доспехи? Это железо или это какой-то специальный сплав? Нет, это железо, как бы никаких суперспециальных сплавов, как положено. Ох-ох-ох, боже мой, это надевается на голову. Сколько это весит? Ну, это весит около 4-5 килограмм. А вся амуниция рыцаря? Около 35-40 килограмм. Ничего себе, то есть действительно физическая форма должна быть просто превосходная? Да, физическая форма должна быть железобетонной, иначе никак. А женщины есть? И женщины есть. У нас этот год отличается тем, что женщины более активные, чем мужчины, и у нас будет 5 профбоёв женских, и будет 6 женских команд. Так что на женщин тоже можно будет посмотреть. Вот у меня просто такой практический вопрос. Если ударить человека по голове, попасть в шлем, его не контузит? Потому что мне кажется, это как ведро на голове просто. А там дополнительная защита, сказал же Николай, да? Да. Там, во-первых, внутри стоит мягкий материал, который амортизирует удар. А во-вторых, форма шлема всё-таки такая, что удары по большому счёту соскальзывают. И нужно постараться, чтобы выбить человека в хорошем шлеме. Вот для этого заострённый наконечник и нужен, чтобы соскальзывало. Если сделать вот такой вот плоский шлем, то будет прилетать гораздо сильнее. А у нас сейчас на сцене находится один из участников завтрашнего рыцарского турнира, Илья Галкин. Ну, вооружившись щитом и мечом, я попробую пойти на Илью, так сказать. Ну, по крайней мере, выучить, может быть, пару каких-то движений, пару ударов. Доброе утро, Илья! Здравствуйте. Ну что, вы будете биться под флагами в Финляндии? Да, в этом году, да. Насколько сильны у нас финские спортсмены в этих видах? Финские спортсмены на европейском уровне. Крепкий, скажем так, крепкий середняк или даже выше среднего. Очень опытные бойцы. Хорошие, плотные, крепкие, надёжные. На вас сейчас не полная амуниция, нет шлема, поэтому постараемся в голову не бить. Покажите мне, как нужно замахиваться и как нужно правильно наносить удар. То, что у вас в руке, называется фальшион, в переводе с французского это просто тесак. Это такой тяжёлый пехотный меч, который заточен больше на, поскольку видите, как он характерной формы, он заточен на удары рубящие. То есть вот так? Да. И замах мы делаем из-за головы и запускаем этот меч, дальше уже расслабляется рука и удар сам летит куда надо. Так, ну что, можно вас ударить? Да. Отбивать будете щитом? Можете по плечу. По плечу, да? Ничего. А, то есть вы даже не защищаетесь. Можно сильнее? Можете попробовать, как это, когда прилетает удар в человека. Я могу защититься. Ну, давайте. А защищаться тоже, то есть есть какие-то особые стойка? Стойка должна быть определённая. Опять же, левосторонняя, правосторонняя, в зависимости от того, левша ты или правша. Значит, история такая, что если мы участвуем в профбоёв поединке, щит-меч или что-то в этом духе, у нас есть несколько стоек, так называемых базовых стоек. Я, честно говоря, не очень фехтовальщик. Я больше теоретически с этим знаком, поэтому у нас есть базовая стойка, называемая квинта. У нас ножки назад, корпус вперёд. Вот эта рука защищает голову, эта рука держит меч. Это базовая стойка, так называемый домик. Ну, если по-умному, то, так сказать, из фехтбуков брать название, это называется квинта. Есть вторая стойка основная, называется терция. Тут наоборот, щит прикрывает голову, и меч у нас здесь. Вот. Ну, это что касается поединков. Если у нас идёт бой групповой, то там абсолютно нет времени вставать в защитную стойку, там красиво выставлять руки. Там уж как придётся, да? Там ты смотришь, что происходит на поле, тебе надо в любой момент побежать, ударить ногой, ударить рукой, схватить за голову, войти в борьбу. То есть, вот такая вот история. Ну, в общем, да, история интересная, история классная. Я желаю Илье Галкину удачи на соревнованиях. Спасибо вам. Вернёмся обратно для того, чтобы ещё раз пригласить всех на этот рыцарский турнир «Когда и куда». Завтра, 1 июня, мы будем на горке Харью с 10 утра и до 8 вечера, как обычно, целый день. Обычно у вас очень много народу приходит посмотреть эти турниры. Насколько удобно смотреть на них? Трибун нет. Вот что-то неудобно. Нет. Нет ли мысли такое сделать прямо из этого целое представление с трибунами? Мысли есть, но нет возможностей. На самом деле, город пошёл нам навстречу, и у нас будет одна трибуна. Но она, к сожалению, конечно, не вмещает всех желающих, потому что из года в год зрителей очень много. Но мы работаем над этим вопросом и надеемся, что в следующем году у нас будет юбилейный турнир, 5 лет, что трибун будет больше. Может быть, даже организовать это не на открытом воздухе, а где-нибудь в спорт-холле, чтобы можно было удобно разместиться? Или уже не тот антураж? Нет, это будет не тот антураж. В спорт-холле лучше делать зимой. А так атмосфера старого города всё-таки играет очень большую роль. Может быть, город вам разрешит в одном из замков, например, устроить такой турнир. Надо подумать. Надо помечтать. Главный организатор All Talent Cup Николай Быков был у нас в гостях. Спасибо и хорошего вам мероприятия. Субтитры подогнал «Симон»!